Спасибо. Спасибо большое, Борис, за приглашение на столь авторитетный семинар. И Татьяне, огромное спасибо, что она все организовала. Ну, что сказать о себе. Я родился в маленьком, но известном всем жителям Советского Союза городке. Под названием Жмиренко. Миша, твое первое сообщение оказалось очень удачным, вызвало оживление. У меня тут в моем районе, я познакомился с человеком, разговорился и спросил, откуда он. Он сказал, я из Бергичева. Я ему ответил, здорово, я из Жмиренко. Он мне сказал, издеваешься, да? В Жмиренке прошло мое детство. Он где-то лет в девять переехал в более крупный город, Винница, менее известный. Но тоже, я думаю, многие о нем не знают. Вот. И в школьные годы вдруг обнаружилось, что вот так физика мне хорошо идет. И где-то в восьмом классе я уже стал на Олимпиадах выступать. Там школьная, районная, областная. Вдруг на Республиканскую попал и дошел, значит, увлекся физикой и дошел даже на Всесоюзной Олимпиаде до призовых мест. Там и в восьмом, и в девятом, и в десятом классе. И физику очень полюбил. А в те годы, конечно же, там поступить в физтех, мы все знаем, были серьезные ограничения. Хотя пытался, как все, но поступил в МИИД, в железнодорожный институт. Наверное, многие знают поговорку, если ты АИД, поступай в МИИД. Это был еврейский институт. Задним числом я осознал, это, видимо, была стратегия партии и правительства. Направлять евреи вот в такие институты, где можно было бы их потом разослать по широкой стране в надежде, что, может, они там растворятся постепенно. А, ну, в МИИДе это автоматика, телемеханика и связь такая специальная. Сейчас это называется инженер-электрик, инженер-электроник. Ну, там, поработал в научно-исследовательском институте, занимался передачей данных, там, живу в Киеве. А когда приехал, сделал АВИЮ в 1990 году, пошел в Технион и сделал докторат уже по методам оптимизации. Это называется специальность исследования операций. И с тех пор я стараюсь соединять методы оптимизации, то есть науку о том, как находить минимум функций многих переменных, с тем, что учат инженеры-электрики с обработкой сигналов, изображений и так далее. И нейронные сети очень хорошо ложатся на все это. Такой перцептон Розенблат был придуман еще в 60-е годы, как первая идея нейронных сетей. И с тех пор были такие волны вверх, волны вниз. Очередная волна вверх была в 90-е годы. И как раз когда я учился в докторате, меня эта тематика очень вовлекла, и я с ней остался. Хотя после этого была опять очередная волна вниз в конце 90-х, в начале 2000-х. И только сейчас, вот лет 8 назад, это снова стало возвращаться. Оказывается, что мощные компьютеры – это то, чего не хватало. Мощные компьютеры, параллельные так называемые графические процессоры, где параллельно много тысяч процессоров могут обрабатывать данные, они позволили нейронным сетям решать задачи, о которых раньше только мечтали. Алло, слышно? Да, все хорошо. Миша, может быть, пришло время спросить. Да. Может быть, пришло время задать вопрос. Все-таки, что это за зверь такой, нейронная сеть? Ну вот, хорошо, мы, как говорится, перешли к теме. Кроме того, что вы видели в объявлении, что они много чего умеют, они могут отличать яблоки от груш и кошек от собак, а также рукописные буквы различать и даже понимать то, что человек говорит, понимать звуки и многое другое. Улучшать картинки, улучшать видео, медицинские изображения, то, что связано с томографией, а также анализировать, предсказывать, допустим, временные ряды, предсказывать финансовое будущее или погоду. Ну, к погоде я более отношусь с интересом, предсказывать финансовое будущее. Можно пытаться, но реально мы знаем, что это не совсем решаемая задача. Вот. А теперь, приходя к нейронным сетям, они получили свое вдохновение от упрощенного представления, что делает нейрон в мозгу. Значит, что он делает? Он получает сигналы от других нейронов, их могут быть десятки и сотни даже, я не знаю, может даже и больше, складывает эти сигналы. И когда суммарный сигнал превышает какой-то порог, у меня вот его буклочкой В, то нейрон зажигается и посылает сигнал на выход. Оказывается, система... Посылает сигнал куда, если можно? На выход. Передает дальше, а дальше могут другие нейроны к нему быть подключены. Да. Таким образом мозг работает. Вот из таких простых элементов можно сделать очень умные штуки, которые делают, по крайней мере, то, что я перечислил до этого. Вот. Ну, вот такая совершенно простая схемка. Мне еще можно добавить, что каждый ход нейрона может умножаться на так называемый вес. Каждый синапс может иметь свою чувствительность и устанавливая эти веса, мы как раз управляем сетью. Мы заставляем ее делать то, что мы хотим, чтобы она делала. Вот это наше средство управления. Вы говорили, что я тебе буду иногда мешать. Прости, пожалуйста. Я наоборот, вы мне очень помогаете. Каждый из этих веточек — это нейрон или то, где это суммируется? А! Нейрон — это то, что голубеньким окружено. Ну, вот эти веса — это так, зыбко. Можно сказать, что они вне нейрона находятся, эти веточки. Нейрон — это то, что голубенький. Значит, это то, где суммируется еще такое пороговое устройство. Оно молчит, 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 пока сигнал не станет достаточно большим. А как только он стал большим, оно включается и уже дает другим нейронам сигнал. И из этих нейронов, как у нас в голове, можно делать целые сети. Вот сейчас я попробую совершенно простейшим образом. Опять же, у меня, допустим, три входа пришло снаружи. Но теперь у меня не один такой нейрон, а несколько. Допустим, у меня есть три нейрона. Голубеньким, маленький кружочек, а то, что был большой кружочек. Вот такие три маленьких кружочки. И теперь то, что пришло снаружи, оно уже пойдет на все нейроны. То, что по первой веточке пришло, оно на все нейроны пойдет. То, что по второй веточке на все нейроны пойдет. И то, что по третьей веточке пришло, тоже пойдет на все нейроны. И это так называемый первый слой. Это можно делать многослойную сеть. Теперь я, например, делаю еще один слой. К примеру, я делаю три, но там может быть и больше, и меньше. И снова уже выходы первого слоя, они соединены со второй. Ну, допустим, на моей картинке я ограничусь двумя слоями. И я скажу, что вот теперь общий выход нейронной сети. Я могу, к примеру, соединить выходы этих трех нейронов, и это будет общий выход нейронной сети. Вот это пришло на одна входа, а это будет общий выход. И я могу эту нейронную сеть заставить сделать очень разные вещи, в зависимости от того, какие веса и какие смещения я назначу всем этим веточкам. Миша, смещение, ты имеешь в виду пороговое значение, когда включается? Да, да, да. Оно определяется. Вот смотрите, вот этот пороговый элемент, он может даже включаться, когда его вход больше нуля. Но поскольку я отнимаю вот это b от суммы, то получается оно управляет порогами. Можно сказать, в конце концов, что b это порог каждого элемента. b это, там, w, i, j, какой-нибудь, там, много, это b это. Значит, b это порог, совершенно будет. Прости, еще раз помешаю тебе. Как мозг выбирает эти веса, и как мозг выбирает эти пороговые значения? Ну, вот тут надо больше к биологам. Я думаю, что на вот этих, на аксонах, которые связывают один нейрон с другим, что-то там внутри происходит, и они помнят, что они должны... Или на них самих, или на точке входа нейрон. Тут даже интересно, а вдруг среди аудитории есть биолог? Нет, случайно. Я, кстати, очень люблю, когда нет доклада, а беседа. Если нет, то... Да-да, я объявил, что наша встреча сегодня скорее беседа, и можно задавать вопросы в процессе, можно подчинять, и вот я пытался вам подать неудачный пример. Вот, значит, в биологии, скажем, как-то они назначаются. Еще раз, это очень упрощенная модель нейрона. Биологический нейрон, он сложнее, я вам сразу говорю. Но оказывается, что если я в компьютере запрограммирую даже такую простую модель нейрона, и так в компьютере веса я просто могу сам назначить. Первое – это перцептрон розенблита, по-моему. Я все время последние буквы или розенблата, или розенблита. Он просто... Это было электрическое устройство, и тут просто электрические сопротивления стояли. Они назначали веса. Сегодня эта сеть – это как модель в компьютере. В компьютере я вот эти числа веса, на которые я буду умножать, просто они у меня хранятся в памяти, и я буду их изменять в процессе обучения нейронной сети. Вот это очень важное новое слово у нас появится – обучение нейронной сети. Обучение нейронной сети – это так выбрать эти веса и смещение, пороги, чтобы она делала то, что мы хотим, чтобы она делала. Все. Если с этим, как говорится, мы завершили, то я попробую сделать еще один шаг вперед. Вопросы, пожалуйста. Наш доплатчик предлагает, приглашает перебивать его и задавать вопросы. Окей. Давай продолжим. Мне кажется, очень до сих пор было понятно. Спасибо. Можно один вопрос? Конечно, конечно. Я сказал даже, может быть, не вопрос, а уточнение. Дело в том, что я подозреваю, что аудитории не очень понятно, что происходит на выходе. Что на выходе нейронной сети тоже принимается некоторое решение с некоторым порогом. Может быть, по-разному. Я когда... Может, как я приведу. Совершенно вы правы. Если нейронная сеть используется, чтобы отличить яблоки от груш, то на выходе, допустим, будет либо что-нибудь близкое к плюс единичке, либо к минус единичке. Допустим, на яблоко мы захотим, чтобы сигнал был плюс единица, а на грушу минус единица. Но иногда мы хотим, чтобы нейронная сеть сказала, какая температура воздуха будет завтра или через неделю. А на входе будут, например, температуры воздуха и облачность за последние несколько дней. И тогда на выходе у нее уже будет просто число температуры. Так что варианты есть разные. Можно начать. Да, да, да. Да, я слушаю вас. Пожалуйста, пожалуйста, Геннадий. Все-таки извините меня за... Геннадий, пожалуйста, чуть громче. Извините за дилетантский вопрос. Все-таки нейронная сеть – это что-то материальное или виртуальное? Это может быть в двух видах. Исторически это началось в 60-е годы как просто электрическая схема. Вот эти все элементы, допустим, умножение на коэффициенты – это так называемое сопротивление электрическое или усилители. Есть элементы электрические, которые складывают сигналы. Есть электрические элементы, которые порог осуществляют. Это можно осуществить как электрическую схему. Сегодня очень часто, чаще, чем реже, это просто как программа в компьютере. Вот я получил три числа на входе моей программы, я их умножил на эти коэффициенты, я просуммировал, я проверил, больше или меньше, чем порог, и продолжил свои вычисления. И вычислил то число, которое на выходе. Спасибо. Пожалуйста. Все, значит, теперь замечательное наблюдение. Единственное, что, и боюсь, что мне придется вытереть вот эту верхнюю часть, чтобы продолжить. Вот мы ее вытерем, а в записи она у нас останется. А теперь у меня, допустим, есть черный ящик. У меня есть черный ящик, и на вход этого черного ящика поступают три величины, так же, как и на вход моей нейронной сети. И на выходе этого черного ящика тоже поступают... То есть с выхода выходит какая-то величина. Оказывается... Сейчас я попробую увеличить, что я сам видел свою доску. Оказывается, если в нейронной сети сделать достаточное количество нейронов и достаточное количество слоев, на самом деле даже с небольшим количеством, даже с одним внутренним слоем, можно имитировать любой черный ящик с любой точностью. Вот это самое-самое замечательное свойство нейронных сетей. Мне нужно пояснение, пожалуйста. Что значит имитировать черный ящик, пожалуйста? Черный ящик для математиков это функция. Он на входе принимает несколько чисел, мы их общей буквой обозначим х, и на выход дает число у. Но требование к этому черному ящику, что у него нет памяти. Вот ему дали х какой-то, он всегда даст заданный у. В математике это называют функцией нескольких переменных. А мы это можем называть как черный ящик, который подали несколько значений на вход, и он должен определенное значение выдать на х. И большинство приборов, умных алгоритмов и так далее, которые делают важные вещи, их можно вот таким образом обозначить. Черный ящик. Оказывается, поскольку нейронная сеть, она может имитировать любой разумный черный ящик, она может решать те задачи, люди долго думали, годами, как, допустим, если взять картинку из изображения, которое зашумлено, я потом покажу пример. Я надеюсь, у меня будет возможность. Как ее очистить от шумов? Придумали сложный, 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 сложный алгоритм. На входе этого алгоритма картинка в виде пикселей. И на выходе, ну, может одна вещь, а может тоже картинка. Теперь пришла нейронная сеть и говорит, я ничего не знаю о ваших науках, я только прошу, дайте мне много примеров того, что было на входе у этого черного ящика и что он дал на выходе. И я смогу так настроить свои веса, что я буду имитировать этот черный ящик. И это необычайная сила нейронных сетей. Она это делает очень экономно по сравнению с другими. Миша, извини, она это программист или она это сама система? Система, наверное. Система, вот вы подвели к очень важному вопросу. Значит, тут две. Если бы знать наилучшие веса, то есть первое утверждение такое, я в нейронную сеть могу поставить правильные веса, что она будет имитировать этот черный ящик. А второй важнейший вопрос, а как я эти веса узнаю? Это очень сложная система, да? Она кажется простой, но у нее сложные связи. Как я узнаю эти веса? И вот к этой теме я постепенно мы подходим. И эти веса можно узнать с помощью методов оптимизации, которые минимизируют ошибку. Если там простым словом сказать, а еще одно простое слово, если я иду по земле и хочу спуститься в самую глубокую долину, но иду с завязанными глазами. Как я могу спуститься в глубокую долину? Я могу в каждом месте, где я стою, почувствовать, в какую сторону идет наибольший наклон. Ногами просто почувствовать. И сделать шаг в эту сторону. И так постепенно шаг за шагом я спущусь вниз этой долины, даже если я ничего не вижу. Вот такими методами нейронная сеть находится перед весами. Вопрос. Да, да, я слушаюсь. Ну вот в таких сложных системах, так же как в нормальных горах, да? Много долин. В одну-то долину вы спускаетесь, это вы объяснили. А как вы знаете, что соседняя долина не более глубокая? Может быть, совсем рядом она как колодец, как шахта и глубокая? Да, да. Вы очень правильный вопрос задали. Я думаю, мы подойдем со временем к этому. Если в двух словах, на заре нейронных сетей, даже в продвинутое время, допустим, в 90-е годы, люди очень этого опасались, и много было обсуждений этой проблемы. Последние лет восемь, то, что называется глубинное обучение, нейронные сети стали огромными. С многими тысячами нейронов и с многими миллионами вот этих связей оказывается очень большая нейронная сеть. Если просто ты идешь вниз-вниз-вниз, ты с большой вероятностью не застряешь. Она так устроен вот этот, ее профиль ошибки. Миша, я перебью тебя, прошу всех проверить, что микрофон выключен, чтобы не было шоу-монофоне. Ну, между прочим, и кроме того, Борис, у вас тоже есть средства, если вы видите список участников. Я этим занимаюсь постоянно. Хорошо. Вот. Все. Значит, мы перешли к важной теме. А как же мы эти веса можем узнать? Для этого я на вход этого черного ящика буду подавать много вариантов иксов. Вот. Вот я подам. У меня будут такие пары. Икс. Один. Игрек один. Как мне удобнее писать, я должен подумать. Ну, давайте тут я открою. Икс один, Игрек один. Икс два, Игрек два. Извини, Миша, я хочу спросить. Икс один – это прямо одно число или это некое? Нет, это прямо набор чисел. Видите, вот. Очень хороший вопрос задали. В данном случае это набор чисел. Вот это все, что я подал… Знаете что? Чтобы быть консистентным со всем остальным, я даже индекс тут буду ставить вверху. Вот когда я буду говорить… И так далее. Да. Это наборы. И я хочу… И так далее. У меня много таких пар, и это называется обучающая последовательность. И теперь мне придется стереть мою любимую нейронную сеть. Или ее пока оставить и черный ящик стереть. Что мы стираем? Да. А ладно. Сотрем нейронную сеть. Мы достаточно немного. Посмотрим. И я, мою нейронную сеть… Вот я, если на вход нейронной сети подал х1, то ее выход – это f от х1. Я так обозначаю. Выход нейронной сети, когда на входе х1. И я хочу, чтобы этот выход был близок к у1. Я вот эту разницу хочу проверить, и даже возведу ее в квадрат, и я буду говорить, что вот это моя ошибка. Если вот этот квадрат был… Вот эта величина была большая, значит ошибка большая. На этом первом… Один – это первый пример. Потом я сделаю то же самое со вторым примером. f от х2 минус у2. Опс. И все это вот так. И так далее. Значит я сложу все ошибки, которые нейронная сеть сделала на всех примерах. Виша, извини, пожалуйста. А для чего тебе обучаться сейчас? Ты не сказал. Ты обучаешься чему? Чтобы х от у отличить? Я обучаюсь тому, чтобы… Я хочу, чтобы нейронная сеть делала то, что делает мой черный ящик. Ага. Я на вход черного ящика подал х1. Может я плохо выразился? Спасибо за вопрос. Я на вход черного ящика подал х1, и он мне выдаст у1. Запомнил. Записал. На вход черного ящика подал х2, он выдаст у2. Записал. Ты запоминаешь реакции и на этих реакциях обучаешься. И это в терминологии обучаемых систем это называется тренировочные примеры. Вот у меня много примеров для тренировки. Можно спросить? Прошу прощения. Нет, нет. Разрешите еще совсем полминуты я закончу блог, и мы обсудим. И я записываю такую суммарную ошибку. Я даже не называю ее буквой Е. Это R по-английски. И она равняется этому выражению. Но эта ошибка, она будет зависеть от того, какие веса я дал нейронной сети. Когда я ей дал разные веса, вот на этих связях, к сожалению, я ее уже вытер, между нейронами, если вы помните, были связи, вот эти W. Вот если я их установил, я получу ошибки на всех моих тренировочных примерах и суммарно. И таким образом у меня возникла суммарная ошибка, которая является функцией от моих весов. И я хочу ее минимизировать. Я хочу узнать, при каком W, при каком наборе весов сумма этих всех погрешностей на обучающих примерах будет как можно ниже. Вот теперь я закончил блок, он сложный, можно его отсюда. Вопрос, я прошу прощения, я упустила, наверное. Вы пишите эту невязку. Разница между F от первого набора и Y. F, что такое, как вы ее берете? F, это функция, да? F это моя нейронная сеть. Давайте я еще вспомогательную картинку нарисую все-таки, таким схематическим образом. Вот это моя нейронная сеть, которая там была крупная, здесь я ее мелко нарисую, вот со всеми этими связями. А, то есть вы пытаетесь подобрать нейронную сеть под этот ящик? Да, да, да. Спасибо вам за вопрос. И все это я обозначаю буквой F. Вы запускаете в нейронную сеть значение, такое же, как входило на черный ящик, ответ на нейронную сеть вы получаете, потом вы начинаете играться с этими входами и весами с тем, чтобы приблизить выход на сети к выходу на черный ящик. Да, совершенно верно. Еще один вопрос, возвращаясь на шаг или на два назад. Когда вы рисовали слои? Да, на пиктограмме они сейчас. В принципе, вы можете сказать, что каждый нейрон соединен со всеми, но вы выбрали слои, они соединили все их подряд как угодно. Насколько это принципиально и к чему это вообще ведет? Это очень хороший вопрос. Ну, как-то, видимо, эмпирически люди наблюдают, что организация по слоям, она как-то немножечко помогает вычислениям. В принципе, можно, ну, вы понимаете, тут еще и направление распространения. Вот та нейронная сеть, о которой мы сейчас говорим, это нейронная сеть с распространением вперед. Есть еще рекуррентная нейронная сеть, это целый отдельный мир. Он есть, он важный, я не хочу его даже касаться, чтобы сохранить презентацию. Будем говорить, вот эти послойные нейронные сети, они исключительно мощные. Можно делать еще интереснее, я с вами полностью согласен. Что можно сделать? Копировать? Не по слоям соединять, а сказать, тут будет… Перепрыгивать через слои. Да, перепрыгивать через слои и так далее. Все это можно, конечно, делать. А какая реальная связь с мозгом? В мозгу они по слоям или как оно там? В мозгу сложно, немножко когда-то разбирался. Связь с мозгом довольно опосредованная, хотя есть определенные связи по слоям. Вот говорят, от сетчатки глаза к зрительному мозгу вроде бы есть такая послойная структура, которая там на каком-то этапе определяет линии там разного направления. Намеки на послойные структуры есть, но то, что это описывает полностью мозг, я боюсь это сделать. Но предлагаю сократить наше… Как говорится, сконцентрироваться на вот этом техническом обсуждении, а потом вернуться к общему, потому что техническое достаточно нагруженное. Если можно. Да, конечно, пожалуйста. Значит, мы пришли к тому, что у нас есть множество тренировочных примеров, и есть функция ошибки, которая зависит от веса нейронной сети, и мы хотим ее минимизировать. И тут я прихожу к следующей области моих знаний. Это методом минимизации функций. Это очень важная область, и можно рассказать буквально на пальцах. Я надеюсь, что еще 5 минут я смогу это сделать. Тогда мне надо будет вытереть то, что уже есть. И мы переходим к географической карте. Сколько географов я не знаю, можете подать голос, потому что мне трудно следить за списком участников. Или проголосовать? Можете поднять руку, если географы? Ну, если нет, то все равно. Значит, как устроена географическая карта? Вот, допустим, я могу сдвинуться на мосток. Допустим, я назову, допустим, W. Мы с весами будем работать. И могу сдвинуться на 7. Это W2. И передо мной карта. Как принято карту высоты с помощью линии уровня, если кто еще помнит школьную географию. Да? Линии уровня. Вот это, допустим, уровень моря. Жалко, что у меня нет таких цветов, которые на географической карте. Мы восполним воображением. Да. Вот такие линии уровня. На самом деле я сказал уровень моря, а на самом деле не очень правильно сказал. Потому что наша будет цель находить не максимум, не горшину самой высокой горы. Хотя методы одни и те же. Ну, просто соглашение. А наоборот, низ самой низкой долины. И, допустим, вот это такая долина. И вот это самая низкая точка, которую мы хотим найти. Сейчас, дайте мне умно сделать. Ах, чтобы умно сделать, мне надо вверх, наружно чуть-чуть перерисовать. Красивая картинка. И, допустим, я начинаю вот с этой точки. Я начинаю с этой точки, и ногами я почувствовал наклон. Ну, двумя ногами стою, я могу почувствовать, в какую сторону идет самый сильный наклон. Градиент. Да, не хотел пугать, но боится, решил испугать. Но это идет, правильно. Минус градиент, да. Для физиков, инженеров, минус градиент. Допустим, он идет в эту сторону. Почему я его так нарисовал? Он перпендикулярен линии уровня. Потому что, если я вдоль линии уровня сдвинусь, я не изменю высоту. Нет вообще наклона. А самый сильный наклон, он в эту сторону. И я сделал шаг. Вот после моего шага есть какая-то другая линия уровня. Новый градиент будет как-то так устроен. Я даю новый линию. И вот такими зигзагами я постепенно буду приближаться к нему. Вот такой это градиент из курса. Самый базовый метод оптимизации. Удивительно, что в оптимизации существуют замечательные, более быстрые методы. Потому что у градиентного спуска есть недостаток, что если эта долина такая вытянутая, он будет очень многое зигзагом делать. И в нейронных сетях оптимизацию, минимизацию ошибки начали делать градиентным спуском. Ох уж, я не знаю, может с конца 70-х годов могу ошибаться. Или сначала 80-х. Потом люди придумывали много-много другого. И вы чем думаете сегодня, самые лучшие системы работают? Градиентным спуском? Первая идея более эффективна. Да, да. Вот. Вот так. Вот то, что я нарисовал, чтобы вернуться к нашей теме, это линии уровня функции ошибки. И от W. Я нарисовал всего две перемены. Ну, мы можем представить, что у меня есть совершенно простая нейронная сеть только с двумя весами. И тогда действительно таким путем я буду находить те веса, которые минимизируют невязку. Я напомню, чтобы она у меня была тут рядом. Значит, это будет F от X1 минус Y1 в квадрате. И так далее. X2 минус Y2 и так далее. Вот эту невязку мы минимизируем. И таким образом мы делаем, чтобы нейронная сеть вот в этих тренировочных точках давала нам близко к тому, что черный ящик давал. Вот это, видите, мне удалось основную идею. Да, вот сейчас очень хорошее время для моментов системы. Для вопросов. Скажите, пожалуйста, а какова реально бывает размерность? Количество этих W? Она может быть средней. Есть нейронные сети, которые делают полезные вещи, в которых могут быть десятки весов. А нейронные сети, которые там распознают изображения, там речи и так далее, в современных сетях могут быть много миллионов весов и даже сотни миллионов. И они работают тоже на миллиардах тренировочных примеров. И там работают градиентские методы в таком, наверное, в таком примитивном варианте какие-то более хитрые. Более хитрые. Там чуть-чуть есть усложнения. Я бы этого... На этом... Значит, вот. Усложнение такое самое базовое. Оно вот такое. Вот эта функция ошибки, она состоит из многих членов, которые очень похоже выглядят. И есть так называемый стокастический градиент, который говорит, я не пойду по градиенту вот этой общей суммы, а возьму только один член. И у него, посчитаю, градиент, это быстрее намного. Я не должен сложить миллион примеров, а достаточно один пример. И по нему сделаю шаг. И это сегодня один из самых эффективных методов. Там есть еще тонкости. Я бы вернулся к ним. Я приглашаю вас на более расширенную лекцию, где это все будет. Вы правильно говорите, что в конце концов, с помощью метода оптимизации я буду синтезировать. То есть я найду веса вот этой нейронной сети. А дальше вы можете спросить, а может ли более экономная нейронная сеть решить подобную задачу? На это очень много усилий сегодня тратится. Потому что нейронные сети, которые производятся, они огромные, и они работают на так называемых графических процессорах. Это такая карточка электронная, которая отдельно включается, втыкается в такой, даже может в персональный компьютер, но в ней там свой вентилятор есть, и она может, я не знаю, несколько сот ватт потреблять. А для больших нейронных сетей оказывается, что их надо тренировать на многих тысячах таких карточек, которые в облаке, возле какой-нибудь электростанции, я не знаю, где-нибудь, возле горной большой реки находятся. Это большая проблема. Большие усилия тратятся на то, чтобы нейронную сеть посмотреть, а можно ли маленькую нейронную, ну там, проредить веса, многие веса сделать равными нулю, или сделать вместо непрерывных весов двоичные, там 0,1, что тоже быстрее. Эта область очень важная, я согласен с вами. Спасибо. Можно продолжить, правда? Хорошо, да. Вот, значит, такие замечательные вещи нейронные. А, мы, значит, что, мы поняли, что нейронную сеть можно обучать. Обучать. А, а дальше, а дальше пример. Вот, давайте, пример, как, вот у меня есть цифра 7, а кто-то еще нарисовал цифру 7 от руки. нескольких, нескольких цифр. И цифра 4, допустим. Тоже, от руки могли много таких цифр нарисовать. Как я сделаю, чтобы нейронная сеть могла на них смотреть и что-то с ними умное? Моя задача узнать, это была семерка или четверка. Значит, что, что я сделаю? Я в компьютере возьму картинку этой цифры. Я возьму картинку, разобью ее, то, что говорят, на пиксели. Вот жалко, только надо было семерку, наверное, другим цветом. Давайте, красным цветом отличалось. Вот это моя семерка. Я ее разобью на пиксели, и я сделаю такую сеточку, допустим, 20 на 20 пикселей. В каждом пикселе у меня будет число. Какая пространство, какая доля от этого пикселя была красной. То есть, у меня красного цвета, да? Или это черно-белое, понятно? какая доля площади этого пикселя была занята изображением. И, таким образом, в каждом пикселе у меня будет число, ну, стандарт это может быть от 0 до 256. До 255. И что я могу сделать? Я могу вот это все подать как вход нейронной сети. Вот моя нейронная сеть Neural Network по-английски. NN. Это в русской литературе NN есть, да? Что ж там? В русской литературе есть город N, да? А про человека с именем и отчеством могли говорить NN или нет? Вот. И тогда что я сделаю? Я значение каждого пикселя подам на вход нейронной сети. Вот у меня сколько будет входа в нейронной сети? 400. 400. Вот это будет мой X. А Y я хочу чтобы был допустим когда семерка я хочу чтобы Y был желаемый Y плюс 1, да? А когда четверка просто рядом я нарисую, на самом деле это одна и та же нейронная сеть. да? Вот. Будет такая же нейронная сеть. Это она же собственно говоря. Только я хочу чтобы ее выход был минус 1. И таким образом у меня есть вот есть база данных почтовое ведомство Америки которые уже не знаю может где-то 40 назад грубо говоря плюс-минус или 30 сделаю такие десять тысяч примеров. Вот то что на на индексах люди пишут почтовые таких примеров. то есть у меня множество семерок вот и у меня возникнет это множество пар. X это картинка, да? X1 и Y1, да? X1 это будет какая-то семерка Y1 это будет плюс единица, да? X2 Y2 X3 Y3 и так далее. А когда четверки пойдут там уже будет тоже картинка вот эти 400 чисел но минус единицы. И совершенно вот на том принципе что я вам уже описал нейронная сеть может найти такие веса чтобы на семерках давать плюс единицу а на четверках минус единицы. Понятно, что она в какой-то доле случаев будет ошибаться но довольно хорошо я понимаю, что в качестве семерок могут быть сотни вариантов написания разными людьми. Правда? Да, да, да. Ну вот вопросы это очень важно. в США. Это один предпринят. И я, чтобы не зацикливаться потому что это задача которая называлась всегда задача классификации и еще у нее есть название распознавание образа. Это задача распознавания. А теперь я хочу для разнообразия дать вам совершенно другую задачу. Подождите, я стираю? А может есть еще вопросы? Область как инженера электрика это очищать от шумов сигналы, картинки. Вот у меня есть картинка. Я не знаю условно. вот вот картинка на ней там, не знаю, дерево нарисовано. Вот эта картинка, она зашумленная. я хочу ее очистить от шума. Что я делаю? Как я обучаю нейронную сеть? Я беру чистую картинку дерева. А как шум мне изобразить? Шум. Я беру чистую картинку дерева и искусственно сам добавляю шум. Тогда мне легко обучать нейронную сеть, потому что я знаю, это я буду ей давать зашумленную картинку, это ее вход. И какой-то пиксель чистой картинки, которую я знаю, это желаемый вид. Что я могу делать? Ну, допустим, выделить из картинки большой такой под ну, какой фрагмент. Он на английском называется печь. Тоже, например, небольшой 20 на 20 пиксель. И вот этим печьем я буду обходить всю картинку. А задача моя самая простая. Можно написать, как это называется? английское слово. Наверное, так. Спасибо. с вот. И задача моя очень простая. Я даже не хочу его весь очистить от шума, а на основе наблюдения 400 пикселей я хочу оценить, какая была чистая картинка в центральном пикселе. и вот это будет моя нейронная сеть. Вот это будет моя нейронная сеть, которая, опять же, видите, как удобно, те же 400 числа получила на код, уже с другой целью. А на выход вот этот пиксель я хочу оценить, вот он здесь, из чистой картинки, я, как желаемый выход, буду этот. то есть вот это мои иксы, а это мой y. И опять же, я вот этой решеточкой могу обойти всю картинку, сдвигая ее на один пиксель. У меня будет множество примеров, какие иксы и какой должен быть y. Еще таких картинок я возьму не одну, а не знаю, 100 тысяч, например, или миллионы. и буду очищать картинки от шумов. Таким образом, оказывается, что вот люди придумывали, люди очистками изображения от шумов занимаются добрых 50 лет, как минимум, где-то, примерно так. Да, первые еще компьютеры IBM, первые программы появились, когда люди задались этим вопросом. и многое умного придумали. Потом пришли нейронщики примерно 8 лет назад, взяли большую нейронную сеть, которая в то время, она месяц тренировалась, и переплюнули всех, всех, кто 50 лет работал над алгоритмом. Обратите внимание, что тут черный ящик, мы могли бы имитировать существующий алгоритм, но мы, допустим, есть идеальный алгоритм, мы его не знаем, мы никогда его не достигнем, но он нам дает тренировочные вот эти пары, x и y. Все, тут хорошая точка для обсуждения несколько вопросов. Пожалуйста, вопросы. Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, вот у вас промелькнуло месяц, месяц обучались или месяц обучались? Да-да, вот эта оптимизация, этот градиент, у них месяц работал на графической карте. Значит, во всяких задачах распознавания образов машинного обучения издавна было направление, в котором обучение шло постепенно, было, ну, так сказать, изначальное обучение, а потом начинается, буквально на каждом примере немножко подправляются, подправляются, подправляются. Насколько, это вещь, которая, там есть свои проблемы, безусловно, к этому надо быть очень осторожным, но насколько такая вещь возможна, реализуемая с нейронными сетями? Насколько ясно, все-таки нейронные сети, на данный момент, всегда процесс обучения очень длительный. И здесь еще возникает похожий, ну, близкий вопрос. пришел нам на распознавание в нейронную сеть какой-то новый случай. Насколько мы можем эту нейронную сеть адаптировать к этому конкретному случаю? Это все связано, по-видимому, с возможностью быстрого обучения? или пока обучение всегда долгое? Оно пока долгое, и люди осознают, что проблема очень серьезная, что проблема очень серьезная. Я должен или просить да. Михаил, Майк. Да. Проблема очень серьезная. Люди осознают, что это важно, сейчас всего больше усилий на это направлено. Ситуация, она действительно очень тяжелая. Но, вы знаете, она такая тяжелая и в биологии тоже. Известно, что человеческий мозг, по-моему, потребляет, мне кажется, порядка 20% энергии организма. Если не больше. 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 Сколько? Какие оценки? 30, 40? Если, конечно, думает. В пиковом режиме. Всегда говорили, что думать вредно. Но я знаю, когда сильно думаешь, жарко становится. Это признак, что много энергии. Можно в термоизолированную оболочку поместить в человека и узнать, насколько сильно он думает. вопрос. Да-да, пожалуйста. Вопрос, можно, да? Только я хочу. Одно секунду. Миша, ты ответил уже? Нет-нет, я закончу сразу. Похоже, что человечество подошло к тому, что вот обучение этих нейронных сетей, вот это думание вполне может занять 20 и более процентов нашей электроэнергии. И мы к этому близки. И похоже, что даже будут возникать умные алгоритмы, как это делать более экономно, но и аппетиты будут расти. И в конце концов, может, будет побеждать та цивилизация или подцивилизация, которая, да, сможет выделить вот такую долю энергии существенную на обучение нейронных сетей. Вопрос, можно? Да, да. А что для криптовалюты остается? Это не я задаю вопрос. Спасибо, спасибо. Геннадий Равинский, пожалуйста. Так, вопрос вот в чем. Борьба с шумами возникла в области электроники с возникновением радиолокации. И очень много трудов. Это примерно 30-е годы прошлого столетия. Вот очень много трудов было потрачено на изучение и борьбы, начиная от белого шума, кончая доплеровскими шумами. Означает то, что вот эти нейронные сети фактически отошлют все эти вопросы в прошлое. Достаточно. Вы знаете, есть большой оптимизм. Я вам приведу пример. Из приложений то, чем я занимаюсь, это вот медицинской томографией, MRI, и ультразвуком. Вот мне довелось, вот даже была компания Эльсинт, а потом они стали General Electric. У них есть отделение по ультразвуку в Хайпе. Мне даже удалось год с ними поработать. И вот должен похвастаться, что это несколько лет назад уже, я не помню точно, может года три назад, мы взяли вот это сырые данные для ультразвука, ну правда, просимулировали в компьютере, это не настоящий физический эксперимент был. Тем не менее. Мы знаем, что картинка медицинского ультразвука, она такая, рябая. Нам удалось с помощью нейронной сети получить изображение, которое очень напоминает рентгеновскую компьютерную томографию. Очень чистая и ясная картина. Так что прогресс там может быть огромный. И в большом кризисе находятся люди, которые обучались, как вы справедливо сказали, человек всю жизнь потратил на эту карьеру, сейчас они серьезно думают, где же им найти свое место, пытаются где-то соединять классические методы, как элементы нейронной сети. Такое движение должно быть. Скажите, пожалуйста, очень интересно про ультразвук. Ультразвуковая картинка необычайно динамична, в отличие от MRI. Она динамичнее, чем MRI сердца. Вы не справились с этой динамикой или вы фиксировали изображение? А пока мы сделали статическую картинку, но принципиально там нет проблем, просто нужна несколько больше нейронная сеть. Она естественно может и видео тоже восстанавливать. можно вопрос? Налко, что презентации у меня я не знаю, но это Борис решит, нужно или не нужно презентацию с красивыми картинками показывать, какие-то примеры. А, нет. Если можно, а то я забуду. Очень длинный был вопрос. Я сразу скажу, это несколько более длинный вопрос, чем для нормального течения общения. Значит, первое, чтобы очищать от шумов, конечно, я дам, тут два варианта есть. Если я заранее знаю, что мне только деревья надо очищать от шумов, я обучу только на деревьях, она будет чуть-чуть лучше работать. В принципе, я дам с интернета миллион разных картинок, и она их все будет очищать, если много разнообразных примеров, это так называемое свойство нейронной сети обобщения. Это очень важное свойство. Делать те примеры, которые она еще не видела. Если вы достаточное количество тренировочных примеров дали, нейронная сеть будет обобщать важный элемент, что тренировочных примеров было много. Сейчас, секундочку. Теперь то, что касается медицинских изображений. Есть две дополняющие области. Первое – это сделать, чтобы картинка, которая будет перед глазами врача, была высокого качества. Чтобы она была не рябая, чтобы на ней были четко видны все детали. Для этого, опять же, можно синтезировать, если есть хороший симулятор ультразвука. Допустим, мы говорим, вот такое было биологическое тело, известное нам. Мы синтезируем весь этот процесс и хотим, чтобы нейронная сеть вот эту красивую чистую картинку воспроизвала. Это одна область. И вторая очень важная область, сейчас она центральная становится, это медицинская диагностика. На основе медицинской картинки сказать, был тот диагноз или другой. И опять же, самый прямой способ обучения – это то, чтобы врачи отмаркировали очень много картинок. Это трудоемкий процесс, где есть картинка и есть диагноз. И нейронная сеть этому обучается, ну, относительно успешно. Это дальше немножко от области, которой я лично занимаюсь. я больше занимаюсь вот этим, самым нижним уровнем, делать качественное изобразование. У меня будет еще один шаг, если захотите, я не знаю. Спасибо большое. Ну, тут можно сказать, что, чтобы очистить сегодня, чтобы очистить картинки от шумов с хорошим качеством, люди пришли к тому, что требуются нейронные сети с миллионами вот этих весов, ну, многими тысячами нейронов, и днями там не более обучения. Если вы это уменьшите, это можно уменьшить, тогда качество очистки от шумов чуть-чуть будет ниже. Может, оно вас тоже устроит. Или другое. Люди обучают вот эти нейронные сети, кто-то один обучил их, а потом множество людей пользуются вот этой уже готовой нейронной сетью. Более того, есть целое сообщество, которое еще будет работать над тем, как ее сделать более экономной и более близкой. Это все-таки общая дискуссия. Я еще одну маленькую добавочку хочу сделать. Очень важно. Я могу устроить нейронную сеть, которая будет на входе получать картинку. Ну, допустим, даже большую, тысяча на тысячу. Ну, не знаю. 200 на 200 пикселей, да? Можете тысячу на тысячу. Вот у нейронной сети будет первый слой из 40 тысяч нейронов, да? И вот как-то она будет устроена. По-моему, ты их называл аксонами. Аксоны — это входы. Ну, можно. Вообще это входные нейроны. Аксоны — это редко используется в технических, искусственных нейронных сетях. Что можно сделать? Можно сделать нейронную сету, которая здесь уже будет не 40 тысяч, а только, не знаю, 500 нейронов, да? А потом снова она расширится. И я ее попрошу, чтобы на выходе, у меня уже не хватает места, она выдала вот эту же картинку 200 на 200. То есть мои иксы и мои игреки — это одна и та же картинка. И эта нейронная сеть называется autoencoder. Autoencoder. Но поскольку я провел всю мою информацию через вот это узкое бутылочное горлочко, может здесь лучше другой цвет использовать, то мне достаточно запомнить вот эти 500 чисел, чтобы потом дать на вход второй половины нейронной сети и получить восстановленную картинку. Я получил сжатие изображений. Исключительно важная область. Вот еще одну идею, которую я добавил. Я думаю, на сегодня уже больше... Вероятно, это приведет к объединению информации. Что значит объединению? Допустим, я взял опять же 100 тысяч или миллион таких картинок, да? И добился таких весов в нейронной сети, чтобы они хорошо восстанавливались. В картинках мы знаем, что есть большая избыточность. Понятно, что восстановленная картинка будет... Борис прав, она будет чуть-чуть хуже, но она может быть не намного хуже. И насколько она хуже, зависит от того, насколько жадным я здесь был в середине. Если я оставил совсем мало, она будет таки серьезно похуже. Если я оставил там было 40 тысяч, а я оставил там 4 тысячи, она будет очень хорошего качества. И это то, что делает этот... Если вы слышали слово джепик, это то, что люди вручную делают. Придумывали умные люди алгоритмы. Опять же, 50 лет как минимум над этим работали. Тут пришла нейронная сеть, никаких университетов не заканчивала, а просто взяла там 100 тысяч или миллион картинок и вот нашла вот это оптимальное сжатие. Вот последняя порция. Теперь я готов приду в обсуждение. Это цитата из Ильфа и Петрова. Университетов не обучались только в Пажевском корпусе. Пожалуйста, вопросы. Вопрос. Правильно ли я понимаю, что в принципе, отвлекаясь от энергии и времени, всему, что можно обучиться, нейронная сеть, видимо, может обучиться. Но, когда дело касается эвристики, там, изобретения чего-то, это тут она, вот это ее граница. Вот где ее граница, другими словами? Очень сложно. Это, конечно, уже не в области. Вот эти простые... Все, что я вам сегодня рассказывал, называется feed-forward. Feed-forward. Форвард, да. Форвард. Угу. 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 Neural Networks. Нейронная сеть. Угу. Я вам рассказал только часть, но это самая капитальная часть, и даже если есть более сложные, более умные нейронные сети, они это используют как свой базовый элемент внутрь. Угу. Угу. Но сегодня это, опять же, не моя область. Они там... Если, к примеру, шахматная, да, шахматная программа, которая обыграла Каспарова, она... Ее долго создавали, да, там, суперкомпьютер и так далее. Угу. Угу. Недавно нейронная сеть, вот этот DeepMind, может, вы слышали? DeepMind компания, они в игру Go, мне кажется, она так пишется, в игру Go обыграли человека. Эта игра считается более сложной, чем шахматы. Так вот, после того, как эта программа, которая сама смогла обучиться игре Go, на этих же принципах, ей дали обучиться шахматам. Что она сделала? Она сама с собой сыграла там сколько-то миллионов партий. И ей только объяснили, как ходят фигуры, ничего больше. И она обыграла не просто чемпиона, она обыграла все программы, которые составляли люди для игры в шахматы. Это один пример. Еще один интересный пример, есть танки. Как? Танки, но это не которые быстрые, броня крепкая и танки наши быстрые. А эти в Японии, четверостищие. Да? Что это? Четверостищие, понял. Я не расслышал. Танки, да. Четверостищие в Японии. Японцы, вы знаете, их исключительно любят, и там народные соревнования каждый год проводятся, даже анонимные, чтобы никто авторитетом не довелил. Вот в каком-то из соревнований последних компьютер победил. Это очень сложно. Вот эту грань между творчеством и нетворчеством. Люди размышляют, безусловно, они еще далеко не все могут. Но где она проходит, эта грань, боюсь, что я мало компетенции. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Да, можно еще вопросы? Да, да. Скажите, Павел Фонд, вы начали объяснение нейронных сетей с черных ящиков. Да. О том, что нейронные сети имитируют черный ящик. Но на самом деле сама нейронная сеть, предположим, мы ее обучили, натренировали, она для пользователя есть такой же черный ящик. Он не понимает, что там происходит внутри. Да. В медицинских приложениях крайне важно бывает даже не столько доказать, сколько убедить врача. Получить объяснение. И в последнее время появляются какие-то попытки, довольно, по-моему, вялые и неуспешные, что-то, как-то объяснять работу нейронных сетей. Или чтобы они сами объясняли. Вот. Да, да. Это активная область. Это активная область. Много усилий направлено на это, по той причине, что вы сказали. К сожалению, я не эксперт. Так хорошо отвечать честно. Кто-то видал. Да. Спасибо. Пожалуйста. Вот. Я в следующий раз приглашу докладчика, который сможет ответить на все вопросы. Прошу прийти. Пожалуйста, вопросы еще дорогие. Когда будет следующий семинар продолжения? Это мы обсудим в конце. Еще несколько минут для вопросов. У меня на хомпейде есть видео, посвященное нейронным сетям. Там больше подробностей. Я вас приглашаю зайти на мою домашнюю страничку. Я очень увлекаюсь перевернутым классом. А что это такое? Что это такое перевернутый класс? Когда я начал ставить всех на голову. Да, да. Или ехать в Австралию. Это не перевернутый класс, Миша. Скажи перевернутый урок. Тогда будет понятно. Это перевернутый? Ну, может перевернутый урок по-русски. Я, значит, буквально перевел с английского. Сделал кальку. Когда я стал преподавать в Технеоне, я обнаружил просто ужасно. Энергия полностью истощалась моя. Я после двухчасовой лекции не один день, а даже два дня себя чувствовал полностью измочаленным. И через несколько лет таких мучений я решил, что я буду на видео снимать свои лекции. Что будешь записывать. Да. А студенты пусть смотрят, а в классе тогда мы чуть-чуть будем обсуждать, и больше я их буду спрашивать, чем они меняют. И это, вы знаете, это хорошо получилось. У меня в начале была такая аудитория, курс еще не был очень широко известен. Было человек 15-20. Я их усаживал за такой П, буквой П делали столы, которые открыты к доске. Очень хорошо, что они видели друг друга. И немножко обсуждался материал лекции, а потом я им давал возможность, как в советской школе, просто было много времени в классе появилось. Они решали не спеша задачки, даже могли друг с другом обсуждать с соседями. И студенты показывали решение на доске, а я отдыхал. И это хорошо пошло. Спасибо. Это как Ешива у вас получилось? Ну, в Ешиве там еще и другое. В Ешиве они еще и по парам там. Ну, окей. Хеврута. Если можно, у меня вопрос. Если можно, придите. Владимир, у нас есть Таня Левина, которая хочет... А, пожалуйста. Да. Таня, пожалуйста, только включите камеру. Да. Михаил, включите камеру. Хорошо сейчас включите камеру. Лучше вы. Михаил, у меня такой вопрос. Такой вопрос. Если я правильно понимаю, вы изучали влияние разных приборов типа МРТ ультразвуковых на образование нейронов и синапсов? Нет. Нет, нет, нет. Это не моя область. Опять. Ух, как хорошо. А заметили вы или кто-то из ваших товарищей, есть ли влияние вообще этих процессов на рост человеческого мозга или приостановку его? Да. Вы имеете в виду, влияет ли вот эти поля, которые при... Да, 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 да. Я, к сожалению, действительно не компетент. Таня, мы с вами неудачного лектора пригласили. Он наполовину... Да, еще третий вопрос. Маленький. А потом я перебернусь к тому, что он начал говорить. Да, да, да. Я читала, что во взрослом состоянии в человеческом мозге порядка 65 миллиардов нейронов. А вот в детском состоянии, правильно ли я понимаю, что, видимо, от момента рождения до момента становления, какого-то возраста, количество нейронов все растет, растет и растет в мозге. Правильно или нет? Человек уже рождается. Я эту тонкость знаю меньше. Возможно, растет до какой-то точки. Я только слышал, что в подростковном возрасте происходит удивительная вещь. Происходит прореживание сети связей между нейронами. Вот эти синапсы, вот эти связи, которые образуются. Те, которые оказались полезными, они остаются и укрепляются. А те, которые менее полезными, они уничтожаются. Поэтому, к сожалению, и психически многие проблемы в этот период могут быть. Но это биологические нейронные сети, я вам сразу скажу, это совершенно не моя область. Я мало в этом разбираюсь. Большое спасибо. 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 Я хотел... Подождите. Я только хотел завершить, почему я сказал о перевернутом классе просто одну фразу. У меня на моей домашней страничке выложено много видео, в том числе базовое видео по нейронным сетям. Я вас приглашаю посмотреть. И потом, может, действительно, вместе решим, как будет дальше. Да, извините. Адрес напишите на доске. Адрес приглашение в email или есть адрес в домашнюю страничку? В чате домашнюю страничку, в чате. И мы просто все возьмем оттуда. А? В чате домашнюю страницу напишите. Еще раз. Ведь вы все получили электронную почту, да? В ней есть мой адрес. Вы просто кликайте. В ней есть мой адрес. В словах вам сказать. Еще в начале 2000-х годов, где-то в 2002-м, мы сделали нейронную сеть, которая делала великолепную вещь. Физический детектор фотонов для эмиссионной томографии на основании измерения семи фотоэлементов могла точно сказать, куда попал фотон высокой энергии. И мы начали с небольшой нейронной сети и закончили нейронной сетью из двух слоев и буквально десяток нейронов в каждом слое. И этой сети оказалось достаточно. Вы совершенно правы, что когда идет новая задача, лучше начать с небольшой. Часто окажется, что она делает, она решает задачу просто точность. Вы бы хотели еще лучше, да? И тогда вы добавляете нейронов, добавляете тренировочных примеров и улучшаете до тех пор, пока вы не скажете, все, мое время закончилось или оно будет слишком тяжелое. Только на уровне размахивания руками и еще оговорение, что вот современные нейронные сети, они действительно для такого качества, допустим, сжатия картинок и так далее, они имеют миллионы весов. Они имеют миллионы весов. Меньшая сеть, она тоже справится с задачей, но качество будет менее идеальным. Скажем так. Кто определяет качество, заказчики или сама? Ну, мы сами, разработчики. Часто у него есть разумная интуиция. Он же сделает устройство, да? Он сопоставляет цену этого устройства или тяжесть периода разработки с той пользой, которую устройство принесет. И еще один вопрос. Вот сейчас только одну секундочку. Бортовой компьютер вот в этих новых автомобилях, которые автономное вождение, он потребляет 200 ватт, чтобы вы поняли мощность вот этих новых компьютеров. 5 терафлоп, 5-10 терафлоп, это делает плата, которая там, ну, которая, короче говоря, терафлоп на ватт. Примерно сейчас вот такая производительность. Что такое терафлоп? Значит, кило – это 1000 операций в секунду, имеется в виду атлетических операций. Мега – это миллион, гига – это миллиард, тера – это… 1000 миллиардов. Да. Триллион. Как по-русски? Триллион. 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 Триллион операций в секунду может сделать устройство мощностью 1 ватт. Вот, то есть, огромный прогресс в этой технологии сегодня. Угу... И часто плата, то есть, то, что в автономном автомобиле оно имеет мощность там 100 ватт, а то, что в компьютере может иметь там несколько сот ватт, если Вам нужно что-то мощное, а то, что в облаках много киловатт, да всеant пропорционально. Может ли глупая нейронная сеть научить другую, которая станет умнее ее? Это открытая тема, так называемое объединение экспертов. На самом деле мы сделали даже в томографии такую работу уже около 10 лет назад, чуть больше 10 лет назад, когда есть несколько простых алгоритмов, которые умеют очищать от шумов. Это могут быть простые нейронные сети или какие-то просто людьми придуманные алгоритмы. Нейронная сеть действительно способна взять их выходы в качестве своих входов. То есть стать таким суперэкспертом. Правда говоря, да. Это прекрасное направление, очень важно. Если вопросов больше нет, наше время приближается к концу. Я просил бы отзывы, выступления, какие-то сообщения и, наконец, предложения по повторению для более профессионального сообщества. Ну, например, у меня есть такая идея. У нас не запланирована встреча, и мы не будем ее объявлять через пятницу. Это Ошана Раба. Я не знаю, можем ли мы, не нарушая традицию, собраться в 10 утра в Зуме. Это мне недостаточно известно. Я плохо понимаю. Смотрите, это через неделю вы имеете в виду? Через неделю. Например. Ну, у меня, наверное, будет, к сожалению, сложного. Нет, через две недели. Нет, нет, как раз через неделю. А через две недели у нас, по окончанию суббота, у нас выступает известная ведущая и политический комментатор, политический аналитик. Сегодня она политический аналитик газеты «Моорив», госпожа Анна Райва. Называется наша встреча «Политические прогнозы в самой непредсказуемой в мире стране». Не будем говорить, какой. Так что предложения принимаются. Можно написать на наш мейл идеи, когда такую встречу в Зуме можно сделать. Я охотно помогу. Да, теперь прошу высказаться и свои соображения. У нас еще минут 5, 10, 15 имеются. Всего два слова. Большое спасибо. Прекрасно. Даже для разных уровней. Оно стало понятно, как общая ситуация, общая схема, что происходит. И докладчик Михаил просто здорово, на мой взгляд, объяснил. Так что огромное спасибо. Спасибо, Владимир. Понятно и очень интересно, очень интересно. Спасибо большое. Спасибо, Владимир. Спасибо, Владимир. Спасибо, Владимир. Спасибо, Тамара. Можно добавить? Я очень с Мишей с Мишей сцеплялся и просил его делать более доступно. Да, я должен высказать благодарность Борису. Он заставил меня этой ночью немножко меньше спать. Это всегда полезно. Можно еще маленькое добавление сделать? И тоже большое спасибо Михаилу. Это было замечательно и понятно, и очень хорошо изложено. Спасибо, я просто хотел подчеркнуть, что у этой истории с неройными сетями есть как бы другая сторона, частично среди вопросов ее касались. Мне так на последнее время, я этим частично занимаюсь, я тоже имею, недалек от математики, но сейчас ей изменил, занимаюсь больше гуманитарными. Сказал так, использование искусственного интеллекта в образовании, философия. Очень хочу эту тему с вами обсудить отдельно. А я просто хотел сказать, что в этом плане очень важные вопросы, которые обязательно должны быть обсуждены здесь, мне кажется, судя по всему. В частности, вот упомянуто Михаилом замечательное событие, когда игра ГО оказалась тем полем, на котором нейронным сетям удалось проявить себя так, что 2017 год, в общем-то, считается переломным в истории, так сказать, искусственного интеллекта на основе нейронных сетей, воспринимается. После этого стали люди верить, что машина умеет, ну там мыслить, не мыслить, но что-то она умеет больше, чем мы. И принципиальный вопрос, действительно ли этот качественный скачок существует, действительно ли мы можем утверждать, что произошло вот это вот изменение, он является очень актуальным и принципиальным, и научные споры на это в этой связи существуют. Миша, прежде чем ты ответишь, я хочу поймать профессора Илью Ревина на слове и предложить сделать у нас сообщение об использовании интеллектуальных систем, искусственного интеллекта в образовании. Очень хорошо, очень, я двумя руками поддерживаю, это очень важно. Спасибо, спасибо за предложение, наверное, ну, может быть, ну, несколько позже, ну, обсудим, да, можно. Хорошо, хорошо. Большие изменения в нашей жизни происходят. Вы знаете, ой, как это, профессор Шашуа, да, автономные автомобили, да? Да, да. Эта машинка по узким улочкам Иерусалима уже несколько месяцев назад проехала. То есть технически уже, можно сказать, задача почти решена. Огромные изменения в нашей жизни. Мобиль Ай, правда? Да. Мобил Айл, Мобил Ай, да, да, да. Там две компании, это она или нет, может быть. Вот. И всеобщая роботизация, вообще роботы, революция в роботах происходит на наших глазах. То, что вот эти все технологические процессы в цехах, они станут почти безлюдными, там и повар на кухне, там в Макдональдсе и так далее. Это приведет к тому, что вот эта дискуссия, например, в Израиле о физиках и лириках, о том, что Харидим учат Тору и меньше работают. Очень близко мы можем подойти к тому времени, когда будем думать, а что хорошего предложить тем людям, которые не находятся на первом плане разработки, у которых будет работа. Как им проводить свое время так, чтобы не деградировать. И, возможно, мы будем просить их, возьмите еще учеников, чтобы учить Тору, чтобы люди не погрузились там в какие-то болезненные занятия, скажем так. Это правда, это правда. Это один момент и еще один момент для будущих разговоров. Сельскохозяйственные роботы позволят еще одну революцию сделать. Сто лет назад нас согнали в гетто. Все человечество, значит, возникли бароны, их около двух процентов, они владеют всей сельскохозяйственной землей. И за это они нас кормят. А всех остальных согнали в города. Потому что большой трактор, он там прекрасно большое поле возделает. Робот сможет опять возделать вокруг моего дома, если у меня будет вилла. И, кстати, в Израиле сейчас полдунама. Это пять соток земли сельскохозяйственной на душу населения. Если вокруг дома моего будут эти сотки, и робот будет свежий помидорчик, такой, который почти трескается, мне приносить, они бронированные толстокожие из магазина. И все остальное, это радикальным образом изменит нашу жизнь. Неустойчивость к вирусам мы сможем распределиться, жить ближе к земле. Так что обратно, минуя, обратно от капитализма, минуя коммунизм и все, к Жанжакрусу, к натуральному хозяйству. Да, да, у Жванецкого есть такая миниатюра, «Назад в природе» называется. Пожалуйста, еще вопросы. Наше время подходит к концу. Я хочу воспользоваться заминкой и сказать Мишу огромное спасибо. И за то, что он отчасти принял мои пожелания, и за то, что он не принял их. Это оказалось необычайно интересным. И как я вижу по количеству слушателей и по количеству вопросов, далеко не только для меня. Моя большая просьба ко всем, кто оставил свои пожелания в чате. Это просьба от меня и от ученого секретаря нашего семинара доктора Тани Левиной. Все, кто оставил свои пожелания в чате, пожалуйста, укажите там и свои электронные адреса, чтобы мы могли вам посылать нашу рассылку. Кроме того, те, которые не оставили свои пожелания, тоже могут там оставить свои электронные адреса. И получите совершенно бесплатно нашу рассылку и приглашение на следующий семинар. Вопросы у нас 3-4 минуты. Пожалуйста. Я скажу, Миша, большое спасибо. С юмором и искренне здорово. Я хотел сказать, что, может быть, еще про самообучение можно было бы потом добавить, потому что вопрос такой уже был. Все-таки, когда встречаешь незнакомый элемент, почти что все было здорово разъяснено. Но мне кажется, что самообучение, само собой, вот это кумулятивное обучение может быть чуть-чуть усиленно. И второе про то, как с ребенком там происходит. Главное – это трудная задача. Если у нас есть трудные задачки для человека, то у него тогда ускоряется обучение, потому что миелин, как изоляция для нейронов, появляется. Тогда обучение идет быстрее. Может быть, и здесь у вас такая же система, что все можно ускорять как раз, а не замедлять. Если мы правильно добавим трудности, трудности задачек. Потому что в нашем мозге это так происходит. Обучаться нужно на трудностях. Трудные задачки, трудные движения дают возможность усилить и убыстрить обучение. Большое спасибо, Миша. Арон, прекрасно. Особенно второй вопрос, он просто ближе ко мне. Есть целая область обучения с учителем. И правильный подбор обучающих примеров очень сегодня активная область. Они должны быть в средней трудности. Не слишком трудные и не слишком... Это в одном слове, но это активная область. А касательно самообучения в области очень важная. Может быть, Борису или кому-то еще удастся найти людей, которые эксперты. Я не эксперт в этой области, но область очень важная. Спасибо. Всем большое спасибо. Я всегда горжусь нашей публикой. Сегодня просто это вся королевская рать. Спасибо вам большое. И Миша очень благодарен. И всем слушателям большая-большая благодарность. Жду ваших предложений о создании такого семинара, несколько более профессионального, несколько более научного. Я с удовольствием представлю свой Zoom и свои возможности для этого. Всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok